Здравствуйте! В этом видео мы научимся строить отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to be. Напомню, что глагол to be переводится как быть, являться, находиться. Посмотрите, как это выглядит на практике. Мы спрашиваем о том, кто такая девушка по имени Сью. Is she an actress? No, she isn't. Сью is not an actress. She's a nurse. Она актриса? Нет. Сью не актриса. Она медсестра. Вот вопросительное предложение с глаголом to be. Вот краткий ответ. Вот полное отрицательное предложение. А теперь научимся составлять такие предложения. Посмотрите на эту таблицу. Вот так строятся отрицательные предложения. Сначала подлежащее, потом глагол to be в нужной форме, потом отрицательная частица not и далее все остальное. Здесь написано «я не из Перу», «ты не из Перу», «мы не из Перу», «они не из Перу» и так далее. Потренируемся. Будем проговаривать все предложения вместе вслух со всеми подлежащими, чтобы привыкнуть к произношению. Время от времени я буду делать паузы, чтобы вы могли составлять предложения сами. Поехали! Отлично! То, что мы сейчас проговаривали, называется полная отрицательная форма. Здесь полностью прописаны глагол и частица not. Есть еще краткая форма. Такую форму вы можете использовать в общении с друзьями. Посмотрите, как она выглядит. Обратите внимание на краткую форму am not. Ее можно сократить только так. Поставить апостроф в другом месте, вот так, например, нельзя. Это грубейшая ошибка. Итак, отработаем краткую форму. I am not from Argentina. You aren't from Argentina. We aren't from Argentina. They aren't from Argentina. Попробуйте сами. He isn't from Argentina. She It Отлично! Вопросы составляем вот так. Сначала глагол to be в нужной форме, затем подлежащее и затем все остальное. Отработаем вопросы вместе, как и в прошлый раз. Am I 15 years old? Are you 15 years old? Are we 15 years old? Попробуйте сами, опережая меня. Are They 15 years old? Is He 15 years old? Is She 15 years old? Is It 15 years old? Хорошо! На подобные вопросы мы обычно отвечаем кратко. Да или нет? Вот так выглядит краткий ответ. Сначала да или нет, потом обязательно запятая, далее подлежащее выраженное местоимение и глагол to be в соответствующей форме. Если ответ да, yes, то глагол to be утвердительный. Например, yes, I am, yes, we are, yes, she is. Если ответ нет, то к глаголу прибавляется not. Например, no, I'm not, no, you aren't, no, he isn't. И снова хочу напомнить, что вот такое сокращение – ошибка. Отработаем краткие ответы. Сначала все утвердительные ответы, потом все отрицательные. Я буду помогать, а вы пытайтесь меня опередить. Yes, I am, yes, you are, yes, we are, yes, they are, yes, he is. Yes, yes, she is, yes, it is, no, I am not, no, you aren't, no, we aren't, no, they aren't, no, he isn't, no, she isn't. А теперь сделаем несколько заданий из наших учебников. Вот в этом упражнении нужно выбрать и вставить в пробелы am not, isn't или aren't. Вот шпаргалка с формами глагола to be. Эту таблицу выучите наизусть обязательно. А это алгоритм, то есть ход мыслей. Прежде чем что-то писать, нужно, во-первых, понять смысл предложения, то есть перевести его. Во-вторых, найти подлежащее или заменить его одним местоимением, если нужно. И только в-третьих, выбрать правильную форму глагола. Давайте сделаем вместе. Можно догадаться, что это предложение должно звучать так. Это не футбол. Мой любимый спорт – теннис, и это не футбол. Сможете найти подлежащее в этом предложении? Подлежащее – it. Значит, каким должен быть глагол? Isn't. А в этом упражнении уже надо вставить правильную отрицательную или утвердительную форму глагола. И здесь самое важное – понять смысл предложения и решить, какая форма нам в первую очередь нужна – отрицательная или утвердительная. Вот пример. Посмотрите на первое предложение. Пробел they Spanish. Переведем. Они испанцы. Это вопрос. Это вопрос. И мы знаем, что в вопросительном предложении глагол to be стоит впереди, сразу перед подлежащим. Так сможете ли вы найти подлежащее? Подлежащее they. Нужна ли тут отрицательная форма глагола to be? Нет. Значит, что мы сюда поставим? Are. Отлично. Далее. Здесь мы видим краткий отрицательный ответ. Нет. Они испанцы? Нет. Нужна ли отрицательная форма глагола? Здесь нужна. Найдем подлежащее. Где оно? Подлежащее they. Выберем форму. Правильная форма aren't. No, they aren't. Продолжаем. Следующее предложение. They – пробел English. И тут важно не торопиться, а задуматься над смыслом. Они испанцы? Нет. Они англичане. Логично предположить, что тут надо сказать «они англичане», «они являются англичанами». Нужна ли тут отрицательная форма? Нет, не нужна. Какое подлежащее в этом предложении? Давайте найдем. Подлежащее they. Сможете выбрать правильный глагол из списка? Глагол are. И еще один пример, чуть посложнее. Пробел Arthur and Maria, 13 years old. Вопрос. Логично предположить, что вопрос звучит так. Артуру и Марии 13 лет? Найдем подлежащее. Мы знаем, что в вопросительных предложениях глагол to be стоит перед подлежащим. Так где же подлежащее? Arthur and Maria. Целых два слова. Как быть? Надо заменить эти слова местоимением. Одним местоимением. Как вы думаете, каким? Arthur and Maria. Местоимением they. Исходя из этого, каким будет глагол? Нам нужен глагол are. Посмотрим на следующее предложение. И тут мы видим уже знакомый нам краткий отрицательный ответ. С каким подлежащим? Подлежащее they. Сможете ли сами выбрать правильную форму? Ставим в пробел aren't. No, they aren't. И далее предложение. They – пробел 14. Логично догадаться, что автор этого ответа уточняет, сколько лет Артуру и Мари. И говорит, что им 14 лет. Это предложение утвердительное. Где подлежащее? Подлежащее they. Выберем правильную форму глагола. Are. They are 14. Надеюсь, что тема вам понятна. Возьмите ваши учебники и потренируйтесь. Вот упражнение, которое мы предлагаем сделать из учебника. Из рабочей тетради. И из тренировочных упражнений в формате ГИА. Успехов! Нет. Нет. Хемога.